IT-трансформация регионов – приоритетная задача, поставленная президентом страны Владимиром Путином. Сбер и правительство Карачаева-Черкесии стоят на пути к решению поставленной цели. Исходя из этого, была проведена дизайн-сессия. В ближайшие 10 лет искусственный интеллект должен быть внедрён во все сферы жизни. Это основной посыл встречи. Насколько эта тема важна для современного общества, расскажет Альбина Ламкова. Искусственный интеллект, в принципе, способен решать широкий спектр задач наравне с человеческим разумом. Всё новое всегда настораживает. Что касается искусственного интеллекта, то не стоит бояться. Это технология, которая может быть использована для улучшения нашей жизни и решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Сбербанк применяет искусственный интеллект везде, во всех процессах. И уже достаточно давно мы пришли к тому, что надо не только делать это для себя, но и делиться знаниями о том, как работают технологии, как их лучше применять, как они помогают достичь целей, которые стоят перед организациями или перед властями. Сбир является центром компетенции федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли, а также активно участвует в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Если говорить вообще про искусственный интеллект, то это технология, которая не какого-то будущего, это технология уже здесь и сейчас, а иногда и вчера. Доверять ему можно, как любому чему-то новому не стоит бояться. Искусственный интеллект на самом деле никогда не заменит человека, но он точно упростит рутину и упростит нашу жизнь. Скорость внедрения новых технологий постоянно растет, поэтому важно всегда быть в числе лидеров данного процесса. Большую поддержку в этом нам оказывает Сбер. «У нас есть положительный опыт реализации ряда совместных проектов в данном направлении», отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства республики Евгений Поляков. Масштаб использования технологии может быть намного шире, было отмечено во время обсуждения темы. Практическая ценность, общественная полезность состоит в создании удобных сервисов для жителей республики, облегчении работы в режиме рутинности и многозадачности, позволяет оптимизировать работу различных сфер – от сельского хозяйства до производства сложной техники и постановки медицинских диагнозов. Примеры разработки искусственного интеллекта и его применения в регионе уже показала эффективность. Уже сейчас мы используем искусственный интеллект в электронном документообороте, то есть есть определенная система, которая позволяет взаимодействовать органам власти между собой. Соответственно, там уже применяется искусственный интеллект. Планируем применять в будущем в финансовых системах, планируем применять в образовательных сферах. Но нам, нашему региону, с учетом специфики нашей, достаточно интересно применение искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства. Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников на команды, каждая из которых обсуждала, как можно применить искусственный интеллект. Эксперты в формате мозгового штурма разработали конкретные предложения по применению его технологий в государственном управлении, образовании, экологии, здравоохранении, транспортной логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве.